Двор музея Симбирско-Чувашская школы не узнать. Его буквально захватила молодежь в стиле 50-х-60-х годов прошлого столетия. Под песню стоят девчонки, через натянутую между деревьями сетку играет команда волейболистов. А на скамейках дворовые профессионалы соревнуются в шашках, шахматах и домино. С этого интерактива открылась выставка «Время первых» — спортивный взлет 1950-х. Площадка для проведения выставки и инсталляции в музее Симбирско-Чувашская школа выбрана не случайно. Потому что деятельность Ивана Яковлевича Яковлева, она действительно была абсолютно грандиозной. Он уделял очень большое внимание воспитанию духовному, эстетическому и физическому в том числе. И физкультуре, физической культуре в этой школе очень-очень большое значение придавалось. К тому же рядом с нами здесь, на этой территории, находится техникум или училище Олимпийского резерва. По словам организаторов, в 1950-е и 60-е годы время бурного развития физкультурно-спортивного движения в нашей стране. За это время общее число физкультурников в СССР выросло почти в два раза. Численность мастеров спорта увеличилась более чем в шесть раз. Огромный интерес к студенческому спорту у нас в России, в Ульянской области. Это были как раз 50-е, 60-е, 70-е годы. И, собственно, наше училище тоже в этом году 55 лет. Оно создано в 67-м году. И мы решили именно через жизнь обычных людей показать, почему молодежь занималась спортом. Самое интересное начинается в музее в стилизованной квартире под номером 60. Здесь все из 60-х. Круглый холодильник, шкаф, где спрятана пионерская форма с галстуком, телевизор-рекорд, далеко не плазменный, патефон с грамм-пластинками, сифон для приготовления лимонада. А на столе среди чайных пар лежит газета «Футбол». В прихожей висят огромный двухколесный велосипед, коньки, боксерские перчатки, спортивный инвентарь для тренировок чемпионов того времени. Для ульяновцев старшего поколения это ностальгическая выставка, для молодого поколения территория открытий. 50-е и 60-е годы – это чудесное время расцвета советского спорта, время первых во всех смыслах, в том числе в спортивных, время первого участия в Олимпиадах и зимней, и летней, чемпионата мира по футболу, во многих других крупных соревнованиях, где советские спортсмены блистали. Уникальный экспонат выставки – официальная копия Кубка Европы 1960 года. Как правило, командам на турнирах вручался отдельный большой приз, но этот приз был переходящий. Каждая следующая команда победитель забирала его себе. Но для того, чтобы футболистам можно было оставить себе на память копию награды, делают специальную официальную копию. Она чуть меньше, чем Кубок, который вручается непосредственно на первенстве, но она остается у нашей футбольной команды. Именно этот Кубок мы привезли сюда, в Ульяновск. Не меньшую историческую и спортивную ценность представляет золотой мяч Льва Яшина. Вратарь сборной СССР и московского «Динамо» получил его 17 декабря 1963 года. Лев Иванович Яшин был признан лучшим футболистом Европы. Кроме того, в экспозиции представлена тренировочная форма Льва Яшина и его знаменитая кепка «Свитер». В витрине, напротив, речь идет о победах в студенческих соревнованиях. Здесь подлинные знаки студенческих спартакиад вымпил того времени эмблематика спортивных клубов, которые представляли собой наиболее значимые футбольные команды того времени.